Футболист не может играть до 40 лет. На ночь съесть, есть шоколадок, бутерброды. Я все эти годы играю за Днепр. Тот же самый Днепр. Женя Конопленко. По его таланту он должен будет стать звездой, реально звездой Европы. Женя Селезнев. Я в этих переверках сильный чаш. Рукой нельзя двигаться. Звонит мне в Туркес и говорит, давай приезжай, самолет за тобой вышел. Говорит, а ты где? Я говорю, в Донецке. Ермоленко молодым был. И вот легендарная история, что я не футболист. И он его хотел ставить левым защитником. Сколько раз ты общался с Игорем Коломой? Свет Зарамаса. Я думал, что мог ему ответить плохой с ним. Судьи не дали Днепру стать чемпионом. Поэтому мы вечно четвертые. Ну что, как дуть с Кридом по 50? Сотташ Крид, спорт арена. Крид, спорт арена. Мы съездили в Днепр к Сергею Кравченко, самому возрастному футболисту этого сезона фавбет лиги. Ему скоро 38 и он недавно простился сыскать Днепр один. Но он даже не думает заканчивать, а хочет еще играть. Вам по-любому зайдет этот видос. Потому что Кравченко рассказал кучу веселых историй про Динамо и Днепр. Про знакомство с Коломойским и как рубался с Юрием Ваксом и другими арбитрами. И еще почему он может стать хорошим тренером. Пока мы монтировали интервью, Сергей Кравченко подписал контракт с Черноморцем. И вместе с одесской командой будет бороться за выход в УПЛ. А еще Сергей трогательно попрощался с Днепром. Обязательно прочитайте его пост. Он заслуживает на респект. Народ, если этот видос наберет полторы тысячи лайков, то Сергей Кравченко пришлет нам для розыгрыша какую-то из своих футболок. Так что активнее ставим лайки. Сереж, мы хотели с тобой изначально встретиться либо на базе Днепра, либо на Днепр-арене. Но из-за коронавируса, из-за этой всей пандемии не получилось. И поэтому мне порекомендовали TimePub. Говорят, что это лучший в Днепре паб, где можно посмотреть футбол. Думаю, мы сейчас с тобой оценим это в принципе. И поставим в конце либо респект, либо дизлайк. Из многих футболистов наших украинских, насколько я знаю, ты очень активно читаешь разные сайты, то, что пишут разные журналисты. Обозреваешь СМИ и смотришь футбольный YouTube. Правильно? Да, да. Ну и как, не то, что там журналистов. Я читаю в основном футбольную аналитику. Не то, что там какие-то статьи интересные попадаются. И YouTube тоже. У меня есть подписки. То, что мне интересно. То, что я вижу, что интересно разбирают матчи или там те же интервью. И это то, конечно, смотрю. А на кого подписан в YouTube? В YouTube и на вас подписан. Смотрел, помню, Олейника. Еще кого-то смотрел. Красава нравится реально этот классный. Потом подписанный на трындец и на бомбардир. Но опять же, выбираю то, что, если понимаешь, что мне будет интересно, то смотрю. Потому что все не пересмотришь. Сейчас столько всего этого контента. Ну вот лично для меня ты как Дориан Грей украинского футбола. Вечно молодой. Большинство футболистов, играющих в поле, я не говорю про вратарей, они уже в 37 лет, у тебя скоро 38, они уже заканчивают карьеру. Тут же сам Саша Али, он уже за ветеранов играет. За счет чего ты еще продолжаешь в профессиональном футболе? Ну, разговариваем, общаемся. Кто-то спрашивает, зачем ему тебе надо, где ты берешь мотивацию, там уровень упал. Не в этом дело. Мне это нравится. Я получаю удовольствие от футбола, от профессионального. Ясно, что я надеюсь, что и после завершения карьеры я буду играть там с друзьями. или там ветеранские турниры, но хочется пока продлить. Поэтому плюс здоровье, дай бог здоровье, это вообще основное. Но слежу за собой очень. Я знаю, что у тебя очень жесткий режим. Ну, не знаю, для кого как это, но для меня это не проблема. Я живу, потому что я люблю футбол. Я понимаю, чтоб играть. И понимаю, что для того, чтобы продолжать играть в таком возрасте, надо за собой следить. Питание... Не могу сказать, что там прям какое-то там... Сейчас новые много... Не веган. Нет, не веган. Только и сказать, что там веганство, еще что-то. Нет. Ем все, все в меру. Ем и сладкое, ем и хлеб, который тоже уже там все доказано, что это все вредно. Но стараюсь сейчас, конечно, меньше, чем в молодости. У меня я мог на ночь съесть 10 шоколадок, бутербродов и еще что-то. Сейчас я этого не делаю. 5-6 лет назад у меня была травма колена. Мне порекомендовали и договорились. Андрей Милутинович, это он был физиотерапевтом-металист. И вообще такой в этом кругу физиотерапевт. Это, наверное, считается топ. И я с ним сотрудничаю. Он мне дает упражнения. На вот это уходит много времени. До тренировки, после. Этим надо заниматься, чтобы продлить свою карьеру и чувствовать себя нормально. Я знаю, что ты тоже в свое время отказался. Ты любил в теннис играть большой и пришлось отказаться. И не играешь на искусственном поле, как я понимаю, на покрытиях, которые несут вред для спины. Ну, это пожелание после 30 лет вообще, как бы да, говорят. Люблю теннис, но последние годы не играю. Может быть и потому, что надо себя беречь. Конечно, но я думаю, если бы был соперник и это, то опять же надо понимать меру. То же самое с искусственным полем. Если там в отпуске, конечно, не каждый день бегать на искусственном поле, но с друзьями собираемся, играем. Просто, конечно, надо все правильно себя готовить. Я слышал, что из всего старого Днепра, который был, в котором ты играл, ты один из немногих, кто вообще не прикасался к алкоголю. Вот вообще просто. Вообще не прикасался. Что даже ни пива, ничего не играло. Не пью алкоголь, мне не нравится. Пробовал. Чисто пробовал. Не понравилось. Не понравилось, поэтому не вижу смысла. Вредно, не нравится, поэтому у меня этой проблемы нет. Это правда, что после тренировок ты остаешься и бьешь 50 ударов минимум? Нет, сейчас, наоборот, вообще не остаюсь и не бью поворотом вообще. То, что уже в таком возрасте это пойдет только во вред. Поэтому, а раньше, когда молодой был, наверное, и не 50, а больше ударов. Когда еще был в шестюре-два и в Ворскле, и в Динамо. Наверное, лет до 30-32, наверное, так и было. А еще у нашего партнера компании Favbet есть куча разных вариантов для вас. К примеру, коэффициент на то, что СК Днепр-1 покинет Favbet-лигу – коэффициент 3. А на то, что Евгений Селезнев завершит карьеру до 3 марта 2021 года – коэффициент 1,5. А вы заходите на сайт Favbet и выбирайте сами. Ссылку я оставляю в закрепленном комментарии к этому видео. Ну что, как дуть с Кридом по 50 или после интервью? Не пью. А скажи, у тебя есть ностальгия по поводу того старого доброго Днепра? Да, конечно, есть. У всех она есть. И, конечно, я вижу, какой был уровень, какой был чемпионат, какая была команда. Конечно, есть. Всегда будет. А у вас, насколько я знаю, есть чат командный до сих пор, где вы переписываетесь с тех, кто играли? Нет. Я переписываюсь, да, с очень многими. Поддерживаю связь там и с Ротанем, и с Шаховым, и с дружим. Матеусом, когда он приезжает, мы всегда встречаемся, переписываемся. Дугой сейчас вернулся. Там много… Чата уже нет? Нет. Чата такого нету. Жулиана с Селли там иногда общаемся, когда видимся, общаемся, тоже у нас хорошие отношения. Не знаю, с Зазулей тоже часто. Да я сейчас с Остриничем, с Калиничем часто на связи, поздравляю с праздниками, переписываюсь. Предлагаю по ассоциациям пройтись просто. Дэн Бойко. Какая у тебя ассоциация с ним? Да сразу ассоциация. Наверное, игра с Наполи. Вытащил игру в финал. Затащил нас. Не знаю, даже так ассоциация. Рамос ему очень сильно доверял. Когда пришел Рамос, он с первого дня начал доверять. И, в принципе, оправдал ему это доверие. Артем Фидецкий. Артем Фидецкий. Вот это выражение его или из Дерского. Тришки мишка, тришки мяч. Вот это… Про него. Про него, да. Это правда, что его большинство футболистов в УПЛ боялись? Потому что он реально такой жестковатый футболист. Это зависит от футболиста. Если трусливый, то боялись. А так, если не трусливый, то можно на этом сыграть. Можно и в стык пойти. В стык заработать на нем желтый, красный. Поэтому я не знаю. Я думаю, что нормальные футболисты вряд ли боялись. Тресливые, наверное, боялись. Ага. К конкуренции отношусь не то, что спокойно. Ясно, что конкурент. Мы играли на одной позиции. Но я к этому отношусь нормально. Потому что все равно тренер определяет, кто играет. Правильно? Поэтому можно на тренера обидится. Но что бежать с ними? На ротами или на своих конкурентов. У меня в любой команде есть конкуренция. И если всех своих конкурентов ненавидеть, не дружить, то у тех друзей не ранее. Угу. Я вот говорю, конкуренты ротами, шахов и холик когда был. Я вот тоже с холиком общаюсь, бывает, переписываюсь. Кто там. Канкавы, отличное отношение. Тоже мне недавно переписывались. Поэтому все мои конкуренты, если все мы в хороших отношениях. Ну вы же уже не играете, родная команда. Когда играли, были то же самое. Поэтому мы конкуренты на поле. Мы делаем одно дело. Мы профессионалы. Ясно, мне не нравится, когда себя ведут люди подлыми, честно. Тогда я просто с ними не дружу, не общаюсь. Ну да. Ну а так, у нас таких никаких, кстати, не было. Женя Конопленко. Мега талант. Наверное, по таланту, по уровню, наверное, самый сильный футбольский, в котором я играл. Ну один из самых точно. Наверное, даже самый сильный. Как думаешь, почему сейчас у него такой кризис наступил? Не знаю. Ну сейчас была травма. Пришел после европейского опыта. Ну опять же, доверие тренеру. Я думаю, если ему будет тренер доверять, постоянно будет играть, он покажет свой уровень уже, что тот человек очень сильно в уровне. Опять же, разные причины. Я с ним тоже общаюсь. Сейчас вместе в Ржакале тоже разговаривали на эту тему. Жалко, что он не реализовал себя в Европе на максимум. Когда говорят, что он не заиграл, опять же, мне смешно. Сидели, посмотрите его статистику за Сидели. В двух суперкубках. Какую фазу? В суперкубках и плюс его голы. Это ж не то, что он там, сколько он матчей сразу в Септембре в Шальке, он занимал второе место, по-моему, да? Или третье, или второе. Какое-то призовое занимал. Да. Не так, как по его таланту он должен был стать звездой. Реальной звездой Европы. Ну, не получилось опять. Я знаю, чуть больше и так, что, но, к сожалению, не получилось. Это футбол, это жизнь, но это мега талантливый футболист и отличный, позитивный человек. Говорят, что он один из главных весельчаков в Днепре. Да, да, да. Там у нас много весельчаков, но он, да, один из главных. Он сегодня на расслабоне. Рома Зазуля. Боец. Боец и… Гладиатор такой, да? Гладиатор, боец, отличный. Боец. Я же за всех, наверное, не приятно, что могу сказать. Ассоциация. Патриот еще можно? Ну, патриот, само собой. Ассоциация, что такой нападающий, которого, наверное, хотел бы иметь любой тренер. Потому что там тоже бывает, заговорят там… Не забивай. Что там это, но я был бы тренером и очень хотел иметь такого нападающего, который играет на команде. Слушай, мы скажем, все выполнят. И поэтому я считаю, мечта любого тренера иметь так по нападающим. Женя Селезню. Бомбардир. Галы. С разной ассоциацией. Галы. Человек-фейерверк. Галы, голы, голы. Ну, фейерверк может. Он там сам об этом рассказывает. Но я в этих фейерверках сниму не участвовал. Не могу ничего интересного рассказать за фейерверки. Но это человек гол, который умеет забивать. И с ним еще в шахтере. Начинали мы вместе в шахтере 3. Отличный, я считаю, хороший, порядочный человек. Хотя у него там разная репутация, но он действительно честный, порядочный. Любит там внимание, любит это все, это его фишки. Ампатажность. Но реально он нормальный пацан. А как болезнь, гол, гол, гол. И поверьте мне, как он говорит, там голы не важно, команда, не верьте ему. 4-3 команды проголят, он забьет 3. Поверьте, он будет самым счастливым человеком. Можешь сравнить вообще Маркевича и Рамоса? Насколько я понимаю, Маркевич более хороший мотиватор, а Рамос более тактически гибкий. Не знаю, 2 тренера, которые доказали свою состоятельность. Опять же, не могу прям так сравнивать и что-то так сильно глобального. С Маркевичем я работал полгода всего. У вас как-то не сложилось, да? Ну, не сложилось, да. Опять же, он такого мнения брал. А он на первой тренировке прям реально подошел и сказал, что ты мне не подходишь? Нет, он подошел, мне сказали до сбора. Он пришел, сказал, что ты на сборы не едешь. Я уехал в голы. Потом меня вернули, когда ситуация с роталем была. И я отыграл полгода, я могу сказать, почти все игры. Был удивлен, я думал, меня так вернули. Но на всякий случай я этого боялся. Я думаю, что тренер не хочет, сейчас возвращает. Ну, он смотрел на мою игру, на мои качества. Я играл все игры в группе, сыграл в Лиге Европы, в чемпионате. Я, наверное, эти полгода с Маркевичем сыграл больше, чем последний год с Рамосом. По минутам, по всему. Поэтому играл. Ну, а потом зимой опять у меня были вопросы с коленом, с рампами, как операция. Но не в этом причина была. Причина в том, что он тоже выбрал другие футболисты. Поэтому я полгода проработал. С Рамосом работал 4 года. Как только он пришел, я считаю, я Рамос сильнейшим тренером. Не только Рамос, Рамос и его штаб. Они поменяли вообще восприятие наше футболу, дисциплине. Ну, мы поняли, как оно должно быть. Я слышал, что ты до сих пор общаешься с его помощниками. Иногда. Вот с Маркосом, который был почти в подготовке, иногда переписывался. С Мелисом – нет. То же, что я хороший тренер. Потом он работал и в Малаге, и в Ливанке, и в Лариге работал. То же, что не просто так. Тот же Педро. А, с Педро иногда общаемся, когда и видимся. И он сейчас тренер по вратарям в сборной Украины. Потому что его штаб, его команда – это был топ уровень в плане организации, в плане всего. В плане дисциплины, в плане построения команды, требований. Ну, как бы я вижу, что поменял наш менталитет и вообще. Мы поняли, как оно должно быть в команде. Ну, это вот такие тренера. Они вообще меняют и читают Украины. Передаю привет Мише Спилаковскому. Что тут такие? Он правда… Ау! Ау! Что делать? Опа! 1-0. Уже попадают. Ай, штанга. Не, надо так контролять этот раз. Рукой нельзя доверять. Защитали или как Марадону? Марадону не считают. Ау! Ау! Это уже… Это уже чистый. Да ладно. Ладно. Вышел вперед. Автогоул будет. Штанга. А я не то взялся. Опять штанга. Автогоул. Смотри. Ну, это СК Днепр-1. Это Днепр-1. Это Днепр-1. Нет. Это какой-то этот… Нопинный форест. Это какой-то арсенал с… Да. Это комбинат. Да. Опа. 3-2. Давай, сейчас надо 3-3 и расходиться. Сдача какая-то? Нет. КДК. 3-3. Боевая ничья. Для болельщика. Понимаешь? До пяти. До пяти. До пяти. Все, это ура. До пяти так до пяти. Все, до пяти. Да. Ух. Спасибо за матч. Ну, ты в 18 лет был на просмотре Магьеда в Нафоле и в Шарке. Да, где-то в таком возрасте, да. В Шарке был. Смешная ситуация. В Шарке был на одну тренировку. Людый. Договорился. Папа на него вышел. Грали друг против друга. Тренировка. Да. Лучший. Договорился в Шарке. Я приехал. Тренировку одну потреховался. Мне сказали, мы тебе на прием. Ну, я до сих пор номер меняю. Я думал, может, Шарке на Перу пригласил. Поэтому с Вавьеда, как бы, там понравилось. Даже он тогда играл. Папа не пересекался в Шахтере. Когда он только начинал Шахтере. Тоже договорился за просмотр. Я тоже, наверное, не 17. По-старшему, наверное, 18 или 19 или что-либо. Ну, во второй команде. Так понравился. Наверное, не настолько, что там какие-то шаги предпринимать. Потому что не так легко в Европе, не стран Евросоюзах попасть. Там это все уформится. Поэтому, наверное, не настолько впечатлить, что они ухватились на этот шанс подписать меня. И в Наполе. Похожая ситуация. Там я подольше. Делил дверь. Тоже там. Играл в футбол. На море. Мы там ездили. Я играл там. Твор на двор. И был. Касалый. Потому что футболист Наполеич и с Маратоной играл. Я ему понравился. Так подошел спустя несколько лет. Шел как. И сказал, могу организовать просмотры. Прикольно. И так. Упал в Наполеич. Цитата Игоря Ювичевича. Футболист не может играть до 40 лет. Не согласен с ним? Нет, конечно. Это куча примеров. Не то, что даже не хочу ходить там за… Как-то говорят, Игорь Юрьевич. Конечно, тут разные уровни, разные люди. Но куча-куча примеров на любом уровне. Поэтому это… Мимо. Чуть-чуть. Да. Потому что… Опять же. Невозможно, если ты никому не нужен. Или никто в тебе не нуждается. Или ты не хочешь, нет мотивации или здоровья. Тогда невозможно. А если все, что я назвал, все присутствует, почему нет. Так а почему он решил отказаться от тебя? Ну, не подхожу. Что-то не видит во мне помощника. Поэтому… Это тоже футбол. Это никаких тут не может быть обид. Ну, как… Обиды всегда у футболиста, когда от него отказываются есть. Но я, можно сказать, не в том возрасте. Я понимаю. И я чувствовал по ходу сезона, когда он пришел. Это все. Поэтому… Это футбол. Не обязательно, что в 37 лет тренер тебя не хочет. И в 20 лет могут не хотеть. И в 25 лет. Поэтому… Не видит меня в команде. Иначе видит кто-то другой лучше. Или с другими футболистами решить задачу. А это футбольная жизнь. И я никогда не пытался за что-то ухватиться. Или за контракт. Или это. Я хочу играть в футбол. Я говорю, по ходу сезона уже чувствовал, что на меня не так рассчитывают. Ну, и у нас нормальные отношения с Ювичевичем. Поэтому… Но если он не видит меня, если я не буду играть, то я писал бы… Ну, можно сказать, лишь бы оставили. То, что я что-то там раньше сделал. Мне тоже это не надо. И меня это не устраивает. Я думаю, они тоже это понимают. Но болельщики тоже многие писали под интервью, в Инстаграме, что в принципе согласны с Ювичевичем, что тебе пора покинуть команду. Они писали, ну, Сергей, спасибо за все, но пора уже заканчивать что-то такое. Ты не согласен с ним? Ну, по поводу… не то, что даже болельщиков, по поводу этих комментариев. Ну, если их читать и слушать, все, что там пишут. Процентов, наверное, 80. Не знаю, не только может… может у нас такой менталитет в стороне, может и везде так, и не знаю. Процентов 80 негатива. Очень мало позитива или там чего-то там… поддержки. Поэтому, если читать, то, наверное, надо было закончить лет 20, не начиная. Меня интересует, на самом деле, очень мало мнений. И это главный тренер, у которого ты играешь в команде, это самый, можно сказать, главный критерий. Ну, и потом моя семья, папа, который футболист, который меня вырастил. Ну, и может некоторые друзья, товарищи, которым я не то, что доверяю, которых я послушаю, прислушаюсь и все. У нас штамп, я это понимаю. 37 – все, ты там не бежишь, ты там еле ползаешь, ты там еще что-то. Ну, я же говорю, это мнение человека, который может даже футбола не смотреть, просто он так решил, что мне стопли. А у меня есть данные, сейчас это не какое-то откровение, мы тренируемся, играем эти GPS-датчики и все. У меня есть эти все данные, я за ними слежу. Ну, я, наверное, лучше знаю всю информацию. Если бы я понимал, что там что-то не то, какие-то проблемы, то, наверное, сам бы уже закончил и сказал бы, что действительно там. А если по этим всем данным я не уступаю молодежи… Почему бы и нет? То почему бы мне не играть? Ну, если бы ты остался сейчас в клубе на должности, ты бы получал, ну, я думаю, намного больше, играя, нежели играя в первой лиге, во второй. Но, я так понимаю, ты еще хочешь играть. И деньги, ну, не стоят ребром еще. Ну, вообще сейчас в нашем футболе, ну, деньги тут… Не то, что они там упали, сейчас такие реалии, я понимаю все наши реалии. Я не думаю, не знаю, сколько бы я получал на должности, и я не думаю, что там намного больше, меньше. Абсолютно, да, вообще не в этом дело. И команду я ищу не по финансовым возможностям или чему-то еще, а по игровым. Я для себя четко решил, что я хочу играть. Ну, смотри, вот у СК Днепр-1 действительно хорошие футболисты в команде. Есть финансовые возможности. Почему не идет игра и почему команда на последнем месте? Если было все так просто, финансовые возможности, футболисты, и мы должны там… Поэтому, наверное, на поле надо было не выходить, просто посмотреть бюджеты, посмотреть футболистов и выстроить команды. Этим интересен футбол. Это для нас, ну, можно так же сказать, катастрофа, что Днепр на последнем месте. Я уверен, что Днепр не вылетит и поднимется в таблице. А почему такие результаты? Так сложилось, ну, в оправдании, не в оправдании. Просто то, что, опять же, говорят цифры, а не просто какие-то ощущения. То мы не должны на этом месте находиться по всем цифрам, по всем показателям. Мы должны быть в середине таблицы. У нас там должно быть на 8 очков больше. Х-поинт, если там кто смотрит, разбирается, все это подсчитывается. Плюс 8 очков больше – это мы были бы там седьмое место и 5 очков, 4 очка до Лиги Европы. То есть, в принципе, там, где мы и должны находиться. Плюс пропущенные голы, опять же, аномальные цифры. Мы пропустили на 10 голов больше, чем должны были пропустить. Но на такой короткой дистанции это очень много. Народ, пока мы писали для вас это интервью, Сергей Кравченко подписал контракт с черноморцем. И у нас для вас вот такой вот супер подарочек. С вас лайк этому видео, подписка на наш канал и напишите в комментарии к этому видео, какое место черноморец займет в первой лиге Украины. Вот если брать твой период в Динамо, у меня перед глазами всегда, вот когда я собираю Сергей Кравченко и Динамо, это момент матча с Валенцией, когда Эммануэль Фернандес бьет сильным ударом и ты выносишь следующее. Да, я помню. Это культовый матч, когда вы, в принципе, прошли Валенцию. Да, да, и я вот пришел в Динамо, да, там, ну, многие говорят, я сам это понимаю, что да, не сложилось у меня в Динамо, но, опять же, я абсолютно ни о чем не жалею, потому что много там спрашивали, говорили, что там погубил карьеру или еще чего-то, но, опять же, я же, что я не обращаю на это внимание, потому что, ну, во-первых, от Динамо нельзя отказываться, то, что для чего мы играем в футбол, чтобы попасть в такие команды и попытаться за рекомендации на таком уровне. А это правда, что все минусурки лично тебе званили и приглашали в Динамо? Да, да, правда, да. После матча Швеция-Украина, это мой второй матч за сборную был, первый с голландцами, потом мы играли со шведами, наши легионеры-звезды уехали, мы играли таким скромненьким составом, выиграли шведов, я действительно здорово сыграл. Ну, я знаю, за Динамо за мной следило уже года два, приезжали на игры, но у них были сомнения по поводу того, что, как говорят, первый парень на деревне, как он себя там проявит на более высоком уровне, где психологический аспект будет играть. Ну, и вот после матчей сборных, после Швеции, как бы, наверное, было принято решение, что можно попробовать, и, да, приглашение было, что… Помню даже так смешной момент, звонит мне Суркис и говорит, давай приезжай там поговорим, предварительный контракт и все такое. Самолет за тобой вышли, я говорю, да не надо за мной самолет, я сам доеду, и говорит, а ты где? Я говорю, в Донецке. У него такой, как шок. Он, наверное, подумал, что, может, шахтер, потому что он думал, что я с Полтавы. Кстати, многие бывают думают, что я с Полтавы. Но это не так, в Полтаве я просто играл три года, отличный период. А так я сам с Донецка, я был в Донецке и готовился к свадьбе. И он, как в Донецке? Я говорю, так я сам с Донецка. Ну, он так успокоился, понял, говорит, все, ни с кем не общайся, ни с кем не разговаривай. Я говорю, у меня свадьба завтра, и я потом приеду сам. Ну, приехал, поговорили, все, договорились. А скажи, ну, когда ты был в «Динамо», там, конкуренция в центре поля была просто космическая, да? Алиев, Нинкович, Букович. Каре, Чернот, Еременко, Геоанне. Ну, там, да, действительно, но опять же, я не то, что не боялся. Это обманка, говорят, я не боюсь конкуренции, я приду, всех тут сейчас. Расшатаю. Я понимал, что это «Динамо», шансы будут, меня хочет тренер, и как получится, не знаю. Получится – классно, не получится – не классно. Не классно, но это колоссальный опыт, и это к тому, к чему ты стремишься. Не много говорили – вот, загубил карьеру, там, если бы не это. Ну, если бы не это, может быть, до сих пор бы играл в «Ворсквей». Мы бы общались в Полтаве. Да, может, общались в Полтаве, а может, и не играл бы в «Ворсквей», может, там же как-то по-другому сложилось. Я не жалуюсь на свою карьеру. Ну, в «Динамо» ты поиграл вместе с тремя, как я считаю, топовыми, ну, там больше было, но было три просто топовых нападающих – Хмельевский, Шевченко и Банкура. Кто из них был самый такой, ну, просто, космос? Шевченко – однозначно самый космос, но в то время, когда он уже вернулся, он не был там таким, как в «Милане», это уже был конец карьеры, но тоже это видно было класс, уровень… Профессионализм. Профессионализм и все. Поэтому, конечно, Хмельевский мне всегда очень нравился как футболист и как человек. И один из лучших нападающих, я думаю, за историю чемпионата Украины. Его понимание футбола, его техника, интеллект, обращение с мячом и вообще… Как он вылазит из этих самых сложных ситуаций, как он работает между линиями. Я считаю, один из лучших нападающих в украинском футболе. Бангура… Иногда не мог понять, как он вообще голы забивает. Он, бывало, поворотом там били, не мог добить 16 метров. У него бутсы на размер больше или на полтора, чтобы ноги не мерзли. Ну, такое, много смешных моментов. Классный пацан, классный футболист. В игре выходил, то с 20 забьет, то с 18 в девятку. Ну, не могли понять, как это так у него получается в игре. Но тоже скорость сумасшедшая. Все знали его этот финт, переступ и бросает в сторону. Но с такой стартовой скоростью знаешь, ты не знаешь. Ты только его мог руками за ним прыгнуть и навалиться на него. Ты как раз тогда был в «Динамике», когда еще Ермоленко молодым был. И легендарная история, что я не футболист, когда он в интервью дал… Я не футболист – это когда я уже ушел. А да, когда он начинал, мы даже при Газаеве жили на сборах с ним в одной комнате. Я помню его переживание, что его Газаев… Мы там бегали… Ищеме, да? И тесты… Нет, он не ищеме. Он, наоборот, его очень поддерживал. И я считаю, что огромнейшая заслуга в становлении Егора Кирмоленко и Бориста Газаева. Он его после всех тестов и всех в датчиках тоже там бегает. У него сумасшедшие там показатели восстановления. Ну, машина такая хорошая. И он его хотел ставить левым защитником. На сборах пробовал. Помню, он там мне жаловался. Не хочу. Я говорю, успокойся. Главное играть. Левым защитникам не важно. Главное играть. Он там тоже, ну ладно, потом опять игра. Нет, я тут не получаю удовольствия. Я пока там нападение… Какие переживания молодое… Ну, я был в левом Суверновне. Вот останется. Ты мог реально стать легендой старого Днепра, но решил перейти в СК Днепр один, хотя многие отказались. Почему? Кто многие отказались? Ну, многие отказались играть там. Ну, во второй лиге, да, многие отказались играть. Ну, я знаю, что он рассматривал и серьезно рассматривал вариант. Поэтому не надо приукрашать ситуацию. Скажу для себя, я считаю Днепр один. Опять же, многим болельщикам это не понравится. Я считаю, что это продолжение. Я вообще считаю, что я все эти годы играю за Днепр. Тот же самый Днепр. Это мои ощущения и мое, как я это все чувствую. Конечно, для болельщиков там… Ну, это опять же вопросы не ко мне, не это. Это так случилось. И кто понимает, разбирается, понимает, почему случилось. Ну, ты сказал, что… Как это случилось? Поэтому… Ну, я считаю, что это тот же Днепр. И у меня тогда тоже возраст был не детский. И были предложения, честно скажу, там, Казахстан, Белоруссия. Но у меня как раз была травма. После травмы тренерский штаб во голове с Михаленко меня позвал в команду. Отличная база, условия, да, вторая лига. Но я понимал, что задача, что мы там через два года должны оказаться. Пример лиги. За что-то бороться. И я принял решение остаться и играть здесь, чем ехать это. И опять же, там, многие, да, осуждают. И опять же, эти комментарии все. И это все есть. Но я выбрал только это. Я служу, можно сказать, так, не знаю. Я громко сказано служу днепровскому футболу. Опять же, кто-то, наоборот, скажет спасибо, молодец. Кто-то будет у себя строить патриота Днепра и скажет, что плохой. Я, те, кто в основном это кричат, я уверен, что я не меньше патриот, чем они. Может даже больше. Я дал столько лет и сил здоровья клубу. Люблю Днепр. И, конечно, отношусь к нему, можно сказать, лучше для них, чем Днепру один. Потому что это вообще новый клуб. По мне, это мои ощущения, это продолжение того же Днепра. Для меня это тот же Днепр. Я играю за Днепр вот сколько там, 11 лет. Ну, у меня информации нет, что кто-то прям там отказывался играть за Днепр один из тех, кто это. Дуглас же приехал. Ну, Дуглас, да. Матеус мог приехать. Да. Это правда. Ну, те люди, которые играли, и я что-то не слышал, чтобы они там отказывались. Ага. Но ты сказал следующий статус. Со временем Днепр один будет поддерживать ведь мы бьемся за наш город. Думаешь, что через какое-то время так и будет. Ну, опять же, фанаты ультрасы, я тоже их абсолютно не осуждаю. Это их право. Они мне даже как-то пытались поначалу объяснить, что вот там неправильно поступили. Днепр тот не обанкротился, не умер, а создали другой как-то там. Ну, я их говорю, я говорю, ради бога, ну как ради бога. Я тоже болельщик Днепра и буду сюда этим болельщиком. Но вот ситуация, вы же знаете почему, как, зачем. Я говорю, мы даже, помню, разговаривали. Ну, а потом, когда там начались уже и оскорбления, и все. Я там тоже дал интервью на меня, эти ультрасы обиделись. Ну, я их не осуждаю за то, что их позиция Днепр. Ну, эти лозунги, один город, одна команда там и все это. И опять же, большинство, я думаю, большинство и так нас поддерживает, начиная со второй линии. Потому что понимали, что тот Днепр через какое-то время уйдет. И нас поддерживали, ходили на наши матчи. Ультрасыда нас не поддерживают. К сожалению. Ну, это их позиция. Я тоже ее понимаю, но я думаю, когда эти пошли оскорбления и все. Я не вижу, в чем виноваты мы, футболисты, тренератами. Скажи, сколько раз ты общался с Игорем Коломойским? Один, но это так, общением назвать. О чем говорили? Говорили же, это общением нельзя назвать. Это он был, по-моему, когда Селезнев, я не помню. Или уходил с Шахтера, или приходил с Шахтера. По-моему, когда уходил какой-то из… Из разов. Да, из разов. И в это же время Ботенга подписывали. То есть, такой трансфер громкий по меркам Днепрата надо был. И вот он был на базе. И то это же не то, что там общался. Я шел с тренажерного зала до тренировки или после. Не помню уже. Ну, и он спускался. Здрасьте, здрасьте. Как дела? Хорошо. Как тренер. Спасибо за Рамоса. Ну, я думаю, что ж я мог ему ответить? Плохой с ним. Я говорю, все хороший, все хорошо. Ну, и все. Вот это общение было. Ну, еще видел его, когда после финала Лиги Европы. Но не общался. Это небольшой у меня опыт общения. Ну, а ты как считаешь, он не такой сильный фанат футбола, как тот же Суркис или Ахметов? Ну, конечно. Видно, что он не такой фанат, как тот же Ярославский был. По его вовлеченности в плане боления или в плане там, конечно, это видно. Ну, а ты не держишь зла на него за то, что он прикрыл Днепр, в принципу? Ну, сейчас я буду, что сейчас я буду рассказывать. Конечно, обидно, всем обидно, что такая команда. Но, опять же, он президент и, как он говорят там, захотел. Или у нас вообще в стране все клубы. Правильно, завтра что-то не так, прикрыли и все. Есть модель, как в Германии, страны. Ну, опять же, так. Так случилось. И мне посчастливилось играть в этом Днепре на высоком уровне. Благодаря Коломойскому эта команда боролась за высокие места. Играла в Еврокубках, дошла до финала Лиги Европы. Поэтому, конечно, обидно, что так случилось. Но я сейчас буду разбираться о него, спрашивать или говорить через камеру, почему, как и что. Виктор Вацко сказал, что ты в будущем будешь классным тренером. Посмотрим. Надеюсь на это. Мне это нравится. Я вижу себя. Как вижу себя. Хочется стать. Я тебе скажу так, что это даже подписчики твои не будут. Ты не часто смотришь футбол и в Инстаграме проводишь аналитические разборы в матче, которые смотришь? Ну, это все такое. Это все больше не знаю. Это все равно. Это же в шуточной форме. Это, видите, если бы... Матфото говорит, был бы он президент у какого-то хорошего клуба. Прямо сегодня работает. А так я... Ну, Карпаты, может, родился. Я хочу после того, как поиграю, хочу с тем тренером. У меня уже есть лицензия. А, думаю, по-другому про, там, по-поему. Ну, опять, я тут делаю лицензии, делаю. Желание, возможности, опять же. Сколько у нас тренеров. Безработных, хороших. Ну, командского нет, сколько у нас тренеров. Я там надеюсь, что у меня будут шансы и я их используюсь. Много вообще футболов не делишь? Да, очень много. Ну, сколько матчей, так, в среднем? Да, не могу сказать, я... Так, сейчас столько футболов, столько каналов. Наверное, каждый день, вечером, что-то смотрю при любом. Один, может, два футбола. Какой-то, Махатмитис, я там дома. Или я там, могу, три-четыре или... Бывает такое, что даже если там один футбол посмотрел, а потом вот... Мне даже сейчас больше чуть нравится смотреть в записи футбола. Я могу смотреть на паузу, посмотреть. Но, опять же, именно пересматриваю матч, или я смотрю, это те команды, которые мне нравятся, те тренера, которые мне нравятся. Мне нравился Саре, когда он тренировал. Напали, Челси, много матчей смотрел там. Потом здесь к нам приехал Крепор на Челтине, который сейчас поздно работает, он уже работал с Сарей. Вообще, я много узнал, научился, спрашивал, как бы разобрался вообще с этими требованиями, с этой философией Сарей, потому что работал у него. Да. Сейчас, в данный момент, там много лет, я уже делся в лице, нравится, и Бош, Квайр, и Путина, и... Гатузо. Нам правда Гатузо тоже нравится. Насколько я знаю, обладаешь разговорным языком итальянский, ты знаешь, да? И английский относительно хорошо знаешь. Да, хорошо, наверное, общаюсь спокойно везде, куда есть жители, а вот их вот, наверное, там с кем. Ты можешь, в принципе, быть первооткрывателем, да, среди наших трениров? Ну, одним из первооткрывателей. Если будет такая возможность, у нас, ну, спрос на украинский прием, я смотрю, не сильно прошел, а сейчас... Ну, у тебя есть языки. Да, мне это... То, чего умною прочитывать. Я благодарен своим родителям, которые едут у меня. Я скучно помню, мне это не нравилось, когда приходили или где-то вот... И занимался там вечером, час-полтора, не знаю. Два раза в неделю, мне это не нравилось. Мне, конечно, хочется там или другая повалять, или что-то там. А я занимался, мне это не нравится. Сейчас я благодарен родителям. То же самое, в Италии меня отправили в семью, с которой до сих пор на связи. Я научил язык, пожил у меня. Моги даже расширены как менталитет ближе к европейцам, потому что я такой открытый. Открытый прям море, не такой стеснительный, как у нас, украинцы более зажатые. То же самое, когда езжу, отдыхаю. Я не боюсь разговаривать, не боюсь что-то неправильно сказать. Это мы тоже формируемся активнее. Можешь сказать на итальянском «подписывайтесь на Спорт-Арену»? Сейчас мы популярен. Непопулярное слово. Подписывайтесь. Присоединяйтесь. Следите. Сейчас в личном выпуске, сейчас все это не проблема будет. У меня мой один коллега попросил, не буду называть его, попросил тебя спросить, почему ты Нагельсмана называешь Нигельсману? Не знаю, наверное, что. Это коллега подходит? Нет, не видел. Потому что я сейчас был на этом, на эфире. На эфире, да, Нигельсман. Не знаю, значит, Нагельсману. Значит, видите, ошибался. Не знаю. Значит, Нагельсману. Правильно, Нагельсману? Ну, говорят, что да. Значит, будет Нагельсману. Вообще, я думаю, у него нужно спросить на эфире. Да, Нагельсману. Не знаю. Я вижу, что он проделывает отличную работу в этом. Лейпси и Хофенхайме. Ну, я не сильно служу, честно, за его карьерой. Ну, это меняет в том, что должен не знать, как его называть. Значит, Нагельсману. Будете знать. Ну, ты всегда любил критиковать судей. И многим это не нравилось. Я знаю. Я вообще вижу, что такое бывает отношение. Мне кажется, в стране вообще не любят, когда говорят правду или откровенно. Или то, что не популярно. Или то, что не популярно. Но как критиковать? Критиковать не просто так. Мы же футболисты на поле чувствуем, что, как, почему. И не хочу сейчас, опять же. Потом, опять же, он говорит, что Крава начал засудиться. Ну, у нас, я считаю, это вообще одна из самых больших. Хотя, стоит признать, это очень у нас все улучшилось. Потому что, если раньше, там, 10-20-15 лет назад была вообще катастрофа с этим всем. Можно было бы рехать какой-то город. Опять же, не буду называть города. Ну, ты туда едешь и понимаешь, что там… Будут убивать. Ловить нечего, да. Ну, вот слово «убивать» это. Ну, ты же на поле чувствуешь это. И сейчас это в меньшей степени. Ну, ты неоднократно заявлял, что в 2014 году, в принципе, судьи не дали Днепру 100 чемпионам. И что, если бы Коломойский хотя бы чуть-чуть надавил, то, возможно, исход был бы совсем другой. Ну, так это все же помнят у нас отрыв. Все же понимают, с кем мы боролись и как это все борется. Не только с Шехтером. Ну, не только. Но я вообще говорю, ну, опять же, не хочется, поэтому я начну это опять нытье, не нытье. Я уверен, что… Я не говорю помочь Коломойскому. Коломойский у него… Принцип. Да, принцип. Судя мне не работает. Ну, вот поэтому мы и вечно четвертые. Один год, вторые – это чудо. И это, опять же, вот эта команда «Рамоса», что даже эти все дела нам не помешали. Потому что реально была очень сильная команда. Но при всем при этом, когда мы заняли второе место, если бы Коломойский хотя бы сделать так, чтобы нам не мешали, не надо помогать. Просто не мешайте. Да. Просто… Не убивайте. Да, мы стали чемпионами и вошли в историю. Ну, это наше реальное. Ну, вы даже думали скидываться командой? Ну, было такие… Ну, опять же, вот вы говорите, что я там что-то говорю, а об этом знают все. Скидываться… На кого скидываться? Скидываться судьям, чтобы они не заслуживали команду, а чтобы хотя бы не убивали. Ну, так надо же как… уравнивать, правильно? Ну, да. Ну, вот хотели там это. Ну, видите, все знают, но все об этом знают, но никто ничего не делает. Скажи, как ты считаешь, вообще арбитры у нас в стране должны давать интервью после матчей? Было бы интересно, почему нет, я не вижу вообще… Потому что это европейская практика, в принципе, мировая даже. Да, я вообще, да, конечно, вижу ошибки, ошибками, но, наверное, страхуются… Чтобы объяснять хотя бы, почему принял такое решение, чем руководствовал. Да, ну, я думаю, они бы подготовились к этому. Заранее? Ошибся, не увидел. Ну, некоторые судьи могли ответить тебе в игре, ну, ты же там бывает пас не точно даешь, вот и я ошибся. Ты же понимаешь, когда он просто ошибся, а когда непросто. Поэтому это все, ну, опять же, не хочется это все, видите, провоцируйте на эти темы. Просто все об этом знают, но, к сожалению… Сейчас лучше, сейчас стало намного лучше, и потому что и вары, и телевидение, и ютюб, и все, следится, куча камер. Хотел бы вспомнить твою историю с Юрием Ваксом, когда вот тут даже есть, можно процитировать. Вратарь соперника долго вводил мяч, и я попросил судью, можно быстрее. Вратарь раз переставил мяч, второй раз, я говорю, быстрее, товарищ судья. Он сказал, играй. И добавил слово на букву «Б», которое я в эфире не скажу. Я ему сказал, суди, и тоже добавил букву «Б». Вполне нормальный разговор на поле мужское. Да, но потом, как выяснилось, когда я там тоже был очень злой, так оно и было, честно. Ну, если бы я его послал… Ну, и почему бы мне сейчас через сколько это… Какой-то вот… 2014 не проговорил. Через 7 лет, что я не мог сказать, что я его послал. Мог бы, но этого не было. Я, честно, это и стоял рядом Лисицкий, еще кто-то. Они сами были в шоке, потому что я даже… Игроки соперника. Игроки соперника. Я говорю, ну, если там будет какие-то разбрасываться, вы скажите, вы же слышали. Они говорят, ну, мы сами не помним. Потом, как вы… Опять же. Или ему захотелось, что так услышать. Но этого не было. Потом он там говорил, ты меня там послал. Ну, удалил, да? Он меня удалил. Я сначала думал, что просто за суди, бля… Ну, за это как бы удалять можно, но тогда… Тогда надо удалять человек по 8-10 за игру. То есть, ну, смотришь чемпионат Англии, там, fuck, fuck. Shit, fuck. Да, shit, fuck. Судье в лицо говорят. Это эмоции. Футбол – это эмоции. Это же не оскорбление. Да, если ты уже оскорбляешь судью, посылаешь его, там, открыто все. Да, да. И то бывает, ну… И такое в игре, и в Европе все. Но ты понимаешь, что это эмоции. Если ты, конечно, уже там, оскорбления пошли, то… То есть, ну, он потом, как ясно себя начал оправдывать, ну, и даже когда-то интервью увидел, он там, в Крыму когда-нибудь сидел уже, давал интервью, шел, вот, Кравченко, ха-ха-хи-хи, что он там рассказывает, там, он мне там послал или еще что-то. Ну, типа такого. Ну, стояли рядом футболисты, ну, ладно, я, может, забыл меня или меня заклинило, что я не помню. Ну, я же четко понимаю, и рядом стояли люди, и видели, что вот, как вы сказали, так я же после игры это сказал. То есть… Он же, получается, закрыл рот, и у него спросил, за что? Он закрыл рот… Я очень был злой, можно видео пересмотреть, потому что если бы я послал его или еще что-то, я бы понимал, правильно? Ну, и я, не знаю, эмоции, да, извините, не сдержался. Ну, когда я просто говорю, опять же, вот поведение суди, играй, блядь, он мне говорит. То есть, он себе может это позволить. Ну, а я ему сказал, суди, ну, и вот так получилось, и больше ничего не было. И он меня удаляет, но это удаление помогло нашей команде. Был, по-моему, счет 0-0, мы 2-0 выиграли. Я имею в виду, что он сам прямо на поле, он прикрыл рукой, ты спрашиваешь, за что? Он прикрыл рукой, чтоб по губам не прочитали, и сказал, ты меня послал. Ну, я не помню, он тогда сказал или потом, когда уже там начались расследования разбирательства, я сам был удивлен, и вообще не мог понять, как, что. Ну, я так понимаю, сейчас подумал, что за слово, блядь, он меня удалил, но думаю, что за вообще… Дичь какая-то. Ну, он начал выдумывать, что я его послал. Ну, пускай это будет на его слове вести. Проанализировав твои интервью, я пришел к выводу, что ты почти всегда поддерживал Катерину Монсуль, в то время, как очень многие ее критикуют. Ты считаешь, что не по делу? Не по делу. Считаю, что она лучшая, но одна из лучших точно наших судей, потому что когда ты находишься внутри, все это видишь. Ошибки у каждого судьи есть, как и у нас и футболистов, и судей. Любой человек, когда чем-то занимается, он ошибается. Поэтому это абсолютно нормально, но Монсуль, мне кажется, она очень внимательная, и она, если ошибается, она ошибается. Просто ошибка. Это совсем по-другому, и ты это понимаешь, чувствуешь. При этом она, мне нравится, как она себя ведет на поле, и принимает решения, ошибки есть всегда. Но я никогда не чувствовал, когда играл там предвзятости или еще чего-то. Ну, и опять же, мне кажется, вы говорите, там, мое мнение, поддержка. Но если я так правильно понял, прочитал, то ее признали лучшей судьей. Ну, значит, наверное, не только я так думаю. Люди видят, и все. В начале интервью мы говорили, что в конце, скажем, как там, бар. Ну, как по мне, глядов топольный крутой бар. Не, нет, прикольный. Я, честно, ни разу не мог это столько поджить, столько лет, когда он открылся, но да. Но я же говорю, что я люблю смотреть футбол дома спокойно. Когда компанией кушаешь, это больше, там, как болельщик эмоций, там, в опыте, или радовался повтор посмотреть, реально присмотреть, что-то замечательное с ним. Но для людей, которые любят в компании посидеть, любить пиво, поболеть за командой, можно посоветовать повтор. Да. Как правильно. Читай эксклюзивные интервью и крутые авторские материалы на сайте sportarena.com. Все просто. Пишешь в поиске Sport Arena и заходишь на сайт sportarena.com. А если еще не подписался на наш YouTube канал, обязательно сделай это. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok